Вот сейчас по моему задолбавшемуся лицу вы уже можете видеть, как мне надоело настраивать этот кадр. Вы всё равно будете смотреть большую часть на эту раскладку из верхней камеры, а не на меня. Поэтому уже предлагаю наконец приступить, а то я так сегодня вообще ничего не сниму, и это будет очень грустно, потому что я только смотивировалась. Я не могу назвать эту вещь ежедневником или каким-то таким прям пленером, потому что я здесь делаю гораздо большее количество вещей. Делаю их не для личной какой-то эффективности, продуктивности и так далее, а даже можно сказать больше для души. Здесь есть и ежедневник, но он, скажем так, занимает далеко не главную роль вообще в этой тетради. У меня это Лёйфтрум, 19-17, по-моему, да. И до этого у меня был Малискин, но он был, во-первых, подороже, во-вторых, как оказалось, он был поуже, то есть у этого больше листы в длину. И там была всего одна закладочка, а тут их целых две, и это не может меня не радовать, честно говоря. Всё. Так, и начнём сначала, наверное, да. Я начала вести это где-то в январе как раз-таки, поэтому нарисовала такую вот штучку. Скорее всего, это будет первый и последний рисунок в этом видео, потому что, как бы, больше я не горела желанием, скажем так, за три месяца этим заниматься. Помялась. Начнём, например, с разворота на февраль. Как я уже сказала, это не планер с делами, какими-то обязательствами, а скорее вещь для души, поэтому обычно на месяц я пишу вот такой разворотик с какими-то главными пунктами, которым я хочу себя посвятить в этом месяце. Довольно приятный вечер вкладывается, когда ты сидишь так и заполняешь всё, что тебе хочется и нужно сделать. То есть у меня здесь есть штука соу для души, какие-то вещи, которым не хочется попробовать или позаниматься чем-то. Есть штуки для творчества, для ютуба, какие-то важные просто дела. И вот я ездила в Омск. С разворотом для ютуба всё понятно. Здесь просто календарик, когда что я снимаю или стараюсь снимать. Здесь какие-то идеи, и вы видите, как их мало в этот раз. Просто реально после сессии случился какой-то ступор. Ещё мне очень нравятся здесь цитатки такие написанные. Например, если спешишь, не торопись. Только вдумайтесь, да? Или мы сами придумываем ожидания людей и пытаемся им соответствовать. К слову о том, что всё сидит в нашей голове. Я не очень, честно говоря, хочу как-то вдаваться подобностью, что на этом развороте. Ну, здесь моя жизнь, да, окей. Пишу какие-то свои мысли по воду в своей жизни, бла-бла-бла. Есть как... Обычные стандартные вещи, вроде там работы, путешествий и так далее. Есть какие-то менее стандартные, вроде как выходить из зоны комфорта. Ну, в общем, я пока ещё не знаю, как это будет в итоге выглядеть. Поэтому пока что вот так. Есть опять недели. Вот опять недели. Вот эти всякие штуки, наклеечки, их ищу на нескольких сайтах. У меня они есть в сохранёнках. Я, в принципе, могу указать вам их в комментариях. Я не буду говорить, что это там мои и так далее. Это абсолютно другие сайты, чья-то работа. То есть я просто дам, скорее всего, на них ссылку, если можно будет. Вот. В общем, что-то придумаю. В принципе, можно здесь, наверное, расписать, как строится моя примерно неделя. Дата, дни недели. Здесь вот эти буковки зачёркнутые. Это, если знаете метод книги «Чудесное утро», про медитации, спортс, писание, написание вручную там писем каких-то. Вот эта вот вся эта штука, это вот здесь. Я отмечаю, что я из этого сделала, в какой день, в какой мне день не хотелось, что сделать, в какой день не хотелось. Потом, собственно, часы, по часам. Обычно я пишу расписание, сюда пар. Плюс важные дела. Плюс ещё здесь есть такой туду-листик на неделю, что мне нужно сделать на этой неделе. В эти последние прямоугольнички я пишу, что самое важное и главное случилось за этот день, чем он мне запомнился, скажем так. Вот. Это мой, пожалуй, сейчас самый любимый разворот. Например, вот так выглядит полгода нашей жизни. Вот вы представьте себе, да? Полгода. Чёрт возьми. Каких-то, я не знаю, 5 на 5 сантиметров. Ну, чуть больше, окей. Посчитала примерно вот на всю эту страницу, если разбить каждую клеточку по дню. На страницу идёт в среднем 6 лет. То есть, разворот вот такой, это 6 моих лет. Классно. Просто захотелось представить, как это будет в виде рамочек, клеточек. И вот так. Мне было интересно посмотреть. Собственно, поэтому у меня здесь лежит как напоминание, что, блин, всего полгода, это не так много. И посмотрим, что за эти полгода случится. А что случится за эти полгода, отвечает вот эта страничка. Здесь я пишу список мест и мечт. Ну, не мечт, а скорее просто так. Список более глобальных путешествий. Если я вижу какое-то интересное место в Праге или где-то поближе, то я обычно пишу его сюда, и куда бы мы могли сходить с Ромой, например, в выходные. Или там, в какой-то день, будний. Что было бы интересно посмотреть, пока мы здесь живём. Здесь уже идут более масштабные планы путешествия. На всякие горы, озёра. Это, кстати, моя первая учебная тюрьма. Вот столько у меня пар. Как я сказала, эта книжка не только как планер, но ещё и для каких-то моих творческих дел. И здесь я ещё пишу, обычно прописываю видео. Вот здесь намечается... Это просто фермунда какая-то. Намечается видео про мой университет. Когда я его допишу, то нужно снимать. Ещё один разворот, как раз-таки школьный. Я его сделала. Чтобы мне было удобнее, просто планировать, опять же, те же какие-то поездки. Плюс знать, когда что происходит в этом семестре по контрольным, лабораторным, каким-то заработам большинства, что нужно сдать. В общем, всё это здесь. Вот это 14 наших недель, которые мы учимся во втором семестре. И вот здесь вот... То есть... Начинается уже скоро. Жесть. Так, что-то мне подсказывает, что дальше уже ничего нет. В лёгких трубе ещё есть кармашки очень удобные, которые там... Всякие картиночки, макречки и так далее. Почеркушки. Просто лист для почеркушек. Так. Эту карту мы спёрли с подругой из самолёта. Знаете, там дают такие... Самолётный журнал какие-то. Ну, с рекламой, секретикной. В общем, было бы неплохо отмечать здесь, где я была. Надеюсь, скоро добавится Брюссель. Блин, надо закрасить. Я же уже много где здесь была. Это мои книжные погреба. И в какой-то момент мне стало интересно, сколько книжек я на самом деле читаю за долгий промежуток времени. Я разбила всё это на недели. И если я прочитываю книжку в какой-то срок, то я записываю сюда, и, собственно, я могу видеть, сколько всего я читаю. Так, вот, за прошедшие полгода я поняла, что две книжки в месяц я читаю 100%. Иногда, может быть, больше. Плюс сериальчики, которые я наконец-то начала смотреть. Здесь, кстати, были написаны фильмы. Да, получается, я записываю это дважды, сюда и сюда. Я читаю это в электронном формате, мне хочется видеть какой-то объём прочитанных книг. Вот, и поэтому здесь у меня книжная полочка моя. Всё, здесь, мне кажется, уже больше ничего нет. На этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вы почерпнули что-то новое из этого видео, и перенесёте какие-то вещи из моего блокнота в свой блокнот или тетрадь, или какие-то книжки. Я надеюсь, что вы скоро времени будете чаще видеть новые видео. Я уже близка к этому. Ну, а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok